Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами как всегда Amigo FIFA и у нас новая серия карьеры за Зенит в PS21. Спасибо вам за поддержку прошлой серии, давайте к этой серии быстренько наберем 10 лайков и я сразу стараюсь записывать новые видео, потому что вам в принципе легко их набрать, а для меня это великолепная мотивация снимать дальше, больше, лучше и все в этом духе. Как я и обещал, мы будем играть лишь Лигу Чемпионов, поэтому у нас сегодня много симуляций, может быть захватим парочку трансферов, посмотрим, потому что впереди целая неделя трансферного окна, в которой умещается матч с Динамо, матч с Рубином в чемпиате, там дальше кумбук с Уфой и потом уже будет матч, я так понимаю, в групповом этапе Лиги Чемпионов. Поэтому сразу перед началом этого видео присаживайтесь поудобнее, наливайте тебе чаек, кофеок, берите печеньки, вкусняшки, также не забывайте подписываться на канал и заглядываться в описании, где есть ссылочки на два моих основных канала, Амигу Ченнел и Амигу Мьюзик, на Амигу Ченнел разные игры, стримы, влоги, музыка, все что вы хотите, а на Амигу Мьюзик лишь моя музыка, лишь мои треки, поэтому переходите, не забывайте, в описании также есть ссылочки на группу ВКонтакте, также на мою музыкальную группу Сердце Камня и Инстаграм, так что много полезных ссылок вас внизу ожидают. В общем, давайте начинать открытие Лиги глава 1, это пресс-конференция перед матчем с московским Динамо, который открывает новый сезон Чемпионата России. Что вы чувствуете перед первым матчем нового сезона? Интересно, кстати, чувствую, главное, чтобы команда сейчас не истощена была. Длительные путешествия всегда лучше отправляться с попутным ветром, то же самое в футболе, если мы хотим выиграть этот титул, очень важно не забуксовать в стартовом матче. Мы стремимся к победе и чувствуем себя уверенно. Я просто боюсь, что, знаете, вот, я не знаю, можно ли назвать современный Зенит в реальной жизни такой же, как и сейчас, что такое чувство, как будто вот, ну, надо, наверное, этот состав либо себя исчерпал, вот, зенитовский, либо у них просто от вот выигранных двух подряд чемпионов Кубков России и тому подобное, да, у них как будто, ну, что ли, пропало желание, пропали эмоции. Там Рыжиков перешел в какой-то, по-моему, датский или шведский клуб за 90 тысяч, что смешно, конечно, звучит, но учитывая, что Рыжикову 40 лет, где-то в районе 40, то это вполне нормально. Гойла отправляем в аренду в Ростов, так как он нам здесь точно не понадобится. У нас есть Унай Симон, у нас есть Андрей Лунев. Хотя, конечно, пересматривая свою предыдущую серию, я уже немножко начинаю сомневаться в Симоне. Типичный я, покупаю футболистов, а потом в них же сомневаюсь. О-о-о-о, вышло обновление в Пессе, да, и у нас теперь обновленные фоточки. Это хорошо, это прям великолепно, скажу я вам, друзья. Ну и встреча с Динамо завершилась со счетом 2-2. Неожиданно, но мы в первом же туре теряем очки. Хотя Динамо достаточно крепкой командой, поэтому, в принципе, нормально. Лучшим футболистом Европы становится Артем Дзюба. Вот это да, вот это очень неожиданно и приятно, как говорилось, в одном популярном мемчике. Не, ну это действительно очень, это великолепно. Потому что, если вы помните, то во все времена раньше, сколько карьеры я играл... Ладно, шучу, это сегодня вторая карьера в Пессе, но постоянно там был какой-нибудь тронал, думаешь, или что-то такое. Свести первый матч сезона с командой Динамо было нелегко. Реакция пресса и болельщиков оказалась положительной. Так держать. Это и есть наша цель, мы сейчас не собираемся сбывать обороты. Это хорошо. Ну, действительно, раньше прям супер такие топовые игроки были, вот, типа Ливандовского. Короче, прям топ-топ-топ звезды были в этом списке, лучшие игроки Европы. А тут резко Дзюба. Это, ребята, это дорогого стоит, это просто фантастика, я вам скажу. Матч с Рубином и также заканчивается 2-2. Вот что-то мне это пока не нравится. У нас две ничьи со счетом 2-2. Боевые, что называется. Ну, вот, кстати, неплохой игрок. Смотрите, Холгейт. ЦЗшник. Эвертон, 25 лет, достаточно молодой. То есть, в принципе, еще может раскачаться. Прогресс, да, не очень большой за 3 года. Плюс 4 всего лишь, но мне кажется, в принципе, он еще, мне кажется, подрасти. В принципе, наверное, может. Он может сыграть как в центре, так и справа. И более-менее в центре даже полузащиты. Давайте присмотримся к этому парню. Стоит он в районе 10 миллионов. Сейчас попробуем, конечно, за самые маленькие деньги. Холгейт готов перейти к нам, но при условии, что мы поднимем его трансферную стоимость на 2 миллиона. И чтобы за 9,5 миллионов он перешел к нам. А давайте, я согласен. Подписываем Холгейта. Потому что хорошие ЦЗшники нам сейчас необходимы. Вот он приехал. Сразу в стартовый состав вместо Ловрана. А Ловран идет туда в запас вместо Амфаду. Вот туда, поближе к основе. Все. Трансферное окно закрывается. Мы усилились немножко. Так, буквально точечно. Купили у Найсимона и купили Холгейта. Ну и как я ожидал, да, после кубковой встречи с Уфой. С Уфой у нас через 2 дня матч Лиги Чемпионов. И ротация глава 1 гласит нам о том, что у нас напряженный график. Поэтому я думаю, что Амфаду получит немного игрового времени, чтобы другие могли отдохнуть. Наверное, вы правы. Наша молодежь пойдет на пользу. Да, я с этим полностью согласен. Кубковая встреча с Уфой. Мы их разнесли 4-0. Проблем у нас не возникло. Пресс-конференция тут. Дзюба, Лэмпорда перед первым туром Лиги Чемпионов. Многие считают, что вы легко пройдете групповой этап. А как вы сами оцениваете свои перспективы? Ну, давайте начнем с того, что я хочу в ближайшую пару сезонов ЛЧ выиграть. Поэтому в этом соревновании легких соперников не бывает. Но хорошо, что мы не попали в одну из групп смерти. Я хочу как можно скорее забронировать место в плей-офф и прояснить ситуацию с расстановкой сил между нами и остальными командами группы. Групповой этап вот такой у нас. Группа С наша, Леон, ПСВ и Селтик. Очень такая группа равная. Тут нет супер-топ-клубов. Но тут все очень крепкие и классные команды. Давайте посмотрим другие. Ну и вот наша группа. Более чем проходимая группа. Хотя, конечно, надо опасаться некоторых команд. Но группа, я считаю, более чем проходимая. И сейчас мы отправляемся как раз на первый матч в сегодняшней серии. Групповой этап Лиги Чемпионов. Селтик, у которых на воротах стоит Симон Миньюле. Вот это интересно, кстати. Что там у нас дальше? Стартовый состав. Вот такой. Ага. Так, ну пусть так, ладно. Нет, давайте все-таки Льорентос возьмем с собой на всякий пожарный. Наверное. Я садривусь, наверное. Ну и что по форме? Подустали игроки после кубковой встречи. У Малкома форму не в лучшем состоянии. Выпустим с утаргина. Остальные, я надеюсь, что добегают. Это время. Я надеюсь, что... Ну ничего, катастрофы не произойдет, я надеюсь. И пусть они вот чуть подуставшие, но выйдут на поле. Вот такую давайте поставим форму. Третий комплект у Селтика. И белую форму у нас. Поехали. Вот такой великолепный стадион, или что это, или откуда эта съемка была, я не знаю. Но на Селтик Парк мы приехали. По-моему... Я вот не помню, то ли у Селтика, то ли у Глазгрэнджа. Какой-то из этих шотландских команд. Просто невероятная поддержка. Выходим мы на поле. Ну и давайте начинать нашу дебютную встречу в новом сезоне группового этапа Лиги Чемпионов. Бустос, передача направо. Сутармин. Алексей не торопится. Дзюба. Передача обратно. Сутармин. Заброш штрафную. Сердар Азбун. И опять старая добрая традиция возвращается. Азбун бьет ножницами. И вот в этот раз было максимально опасно, потому что убойная позиция была у Сердара. Но он чуть-чуть не попал. Честно, я вот сколько, наверное, может неделю, может еще даже больше не снимал ПЭС. И честно, руки немножко уже отвыкли. И глаза, и руки от физики, которая, естественно, от ФИФы отличается. Опасно может быть. Удар поворотом у Найс Симон. Обменялись команды ударами за 10 минут матча. Пас налево. Леон Бейли. Передача в центр. Азбун. Разворот. Удар с правой ноги. Перекладина Бейли. Добить ему не дают. Вот это моментище. Удар поворотом отражает у Найс Симон. Азбун. Хороший пас Дюба. Удар в касание. И спасает Симон Миньолей. Арбитр ничего не стал добавлять. Но мы уже почти минуту переиграли. Но угловой еще арбитр разыграть даст. Ярослав Ракицкий. Вновь, как в старые добрые времена, подает этот угловой. И удар головой. Какой рикошет. И мяч едва в ворота не влетает. Но каким-то чудом выбивает, по-моему, защитник этот мяч. И вот так заканчивается первый тайм. Нули пока. Ну вот тяжелый матч достаточно. Много борьбы. И мало что пока у Зенита в атаке клеится, если не считать этого последнего момента. Ни в коем случае не может быть недооценки соперников. Я сказал, что группа проходимая, но непростая. Точнее, тут, наверное, говорить надо наоборот. Что группа непростая, но проходимая. И тут из личной самоуверенности и недооценки соперников быть не может, потому что это Лига Чемпионов. Здесь нет проходных команд. Сутармин катит. Дзюба. Там на дальней штанге Азмун. Выкатывает Азмун. Забиваааать. Наконец-то! Первый гол «Зенита» в новом сезоне Лиги Чемпионов забивает Сердар Азмун на 51-е минуте и ликование Фрэнка Лэмпорда. 0-1. «Зенит» повел, и гробовая тишина на Стелтик Парк резко наступила. Настолько, что даже кричать не хочется, потому что как-то нелепо это будет смотреться. Тишина трибун и мой такой крик на всем. Деньги, что называется. Здорово здесь Дюба подождал, пока немножечко убежит в сторону защитник. Вот это впереди, перед ним, да. И выкатил уже Сердару Азмуну в свободную зону. Мало кто мог остановить Азмуна здесь. 0-1. Дюба, посмотри, как поставил корпус Артем! Казалось, уже перед ним уже вот эти ноги МакГрегора болтаются, пытаясь мяч отнять. Но Дюба просто поставил корпус и не пустил МакГрегора. Азмун! Был ли офсайд? Азмун! Азмун! А что, офсайда не было? Да ладно! Не было офсайда у Сердара. Вот здесь рикошет об голову Бариуса. Азмун в касание отправляет мяч Бейли. Тот в касание возвращает Азмун. Азмун у Сердар бьет и не было офсайда. Ярослав Ракийский у мяча. Пошла подача на Артема Дюбу. Вылетает мяч и штрафной. Бустас на подборе. Передача Бариусу. Малком. И мяч с правой! Бьет. Малком попадает защитника. И еще один угловой будет у ворот Селтика. Снова Ярослав Ракийский. Подача штрафную. Вынос опять с головы Дюбы. Снова Бустас. Снова Бариус. Это уже мы только что видели. Малком. А вот теперь слевой бьет! И это уже куда опаснее, чем предыдущий удар с правой ноги. Но и с этим выстрелом бразильцы справляются Симон Медюля. Третий угловой подряд у Зенита. Подача на дальнюю штангу. Кокорин бьет в ближней. И не забивает. Ну и выбейте мяч. Паника какая-то в штрафной Зенита. Не можем пока от мяча избавиться. Передача в центр. Это очень опасно! Я думал мяч залетает в ближний угол ворота у Найсимона. Но, к счастью для нас, мяч лишь так легко потрепал сетку с внешней стороны. Хорошо. Йоренте. Здорово. Обратно к Кокорину. Они вот так вдвоем сейчас добежали до штрафной Селтика. Бьет Александр и спасает свою команду Симон Меньюле. Здорово. Йоренте успевает отдать налево. Малком вырезает штрафную. Йоренту с лета не попадает. Но это было очень здорово. Здесь, как казалось, жесткий стык, но арбитр промолчал. Добежали до штрафной. Йоренте неплохо приложился, но, к сожалению, немножко не попал. Три минуты арбитр накинул в сегодняшней встрече. Они истекают прямо сейчас. И, скорее всего, мы уже можем начинать поздравлять. Да, поздравляем Зенит с первой победой в групповом этапе Лиги Чемпионов. 0-1. Обыгрываем Селтик. Леон обыгрывает ПСВ. Также минимально 1-0. И теперь мы с Леоном возглавляем группу. Бейли травмирован. У него воспаление мышц. Но говорят, что он вернется уже в этом месяце. Ну и хорошо. У нас матч с Ротером, которым мы побеждаем также 1-0 минимально. Мы поднимаемся на 5-е место, имея 5 очков в своем активе. Ребят, посмотрите, что творится. Барселона хочет купить Александра Ерохина. Правда, деньги, конечно, смешные. 3-285. И мы приостановим эти переговоры. Но это, конечно, фантастика. Ерохин в Барселону. Уже, ну, на начале и закате карьеры. Открытие лиги. Голова 3. Начало получилось неплохим, но мы должны стремиться к более высоким результатам. Нам нужно больше побед. У нас еще припасено несколько козырей в рукаве. Ну, согласен. Да, вот эти две ничья, они просто все планы немножко попутали. И поэтому нам нужно побольше побед. Попробуем выцарпать победу в матче с Ростом. Опять же, минимальная победа со счетом 1-0. И мы поднимаемся на 4-е место. Отставая от лидера турнирной таблицы всего на 2 очка. А вот дальше у нас очень горячо. Пятый тур будет против Локомотива. Дерби с Локомотивом. Вот удивительно, но мы выиграем 2-0, да? Вот Ротор. 1-0 победить. Но Локомотив 2-0. И мы уже на втором месте. Впереди Спартак. В двух очках. Пока без поражений. Да мы тоже без поражений пока идем. А у нас второй тур группового этапа Лиги Чемпионов против Леона. Сразу же тут же, по сути, ну, можно сказать, выясним сейчас отношения с Леоном. Потому что мы пока на первом месте и, можно сказать, сейчас будет битва за первое место. За единоличное лидерство в нашей группе. Состав видите какой у Леона. В принципе, друзья более-менее знакомые всем. Каких-то суперновых имен я здесь не вижу. Лопешек что-то оставили в запасе. Ауар опасен. Депай тоже. Но опаснее всего будет Дембеле. Который с рейтинга 85 играет в нападение. У меня плохие новости. У нас команда замучена. Я что-то не подумал, что вот. Может все-таки не надо. Может все-таки стоит поставить другой состав. Перед матчем-то Лиги Чемпионов. Ну вот дурак я. Об этом не подумал. Сейчас будем теперь как-то разгребать всю эту историю. Благо у нас два состава есть. И мы сможем сейчас как-то перестроиться. Где Бейли? Не понял. А, Бейли травмирует. Вот им Бейли. Готов? Готов. Так. Сюда тогда Ерохина. Бариус, я думаю, потерпит. Сюда Кокорина. И сюда Лью Рентону. Естественно, Азмуна мы с натяжечкой. Но попробуем выпустить во втором тайме место, например, Ракицкого. Хоть защитников у нас нет, но я надеюсь, что они не ночуят. Но вот первые трудности у нас пошли, которые я сам себе привез. Но я надеюсь, что мы справимся. Второй тур. Групповой этапа Лиги Чемпионов. Газпром-арена. Сегодня у нас домашний матч Лиги Чемпионов против Олимпик Леон. Да, кто вспомнит, мы встречались с Леоном в реальной жизни в прошлой Лиге Чемпионов. И тогда можно запомнить 1-1 на выезде, когда Дюба, подшучивая, сказал, что Азмун, он всегда такой герой. Он сначала корчится от боли и просит замену, а через минуту тут же подходит и забивает. Ну и также мы можем вспомнить из реальной жизни великолепнейший матч, который был, если не ошибаюсь, 27 ноября, по-моему. Потому что у меня в этот день просто концерт был, поэтому я запомнил. Когда Зенит, забив 1, просто удерживал это преимущество, не сломался под натиском Леона. Более того, они пошли и забили 2-й. Это просто вот, я просто вспомнил, как меня друг нахвалил Зенит после этого матча. Это было что-то с чем-то. Ну вот, теперь мы должны сыграть с ними в пессе. Мэмфис передача в центр, Ауар бьет в дальний и попадает в штангу. Пожалуйста, сразу же. Первый момент Леона, и это мега опасно. И нас спасает лишь каркас ворот. Кокорин полетел. Ну откройтесь под него, кто-нибудь! Получилась очень неудачная подача Александра, которая едва в ворота не залетела. Хороший пас Юренте! Не дают ему бить столкновение. И нет, ничего такого. Передача Жиркова. Вот здесь здорово Бейли выкатывает. Юренте справа! Ну слишком аккуратненько, Фернандо. Ну слишком прям аккуратно. Угловой удар. Подача Юрия Жиркова. Сутармин! Перекладина! И какой гол! Это автогол! Скорее всего, да, так и запишут. Автогол на Диогу Кошту! Да. Как-то даже радоваться расхотелось. 31-ая минута. 1-0. Повезло Зениту. И я вспомнил, когда в реальной жизни Зенита играл первый матч с Брюгги. Там, помните, дальний удар. Метров так 25-30 Дейна Ловрана. Удар в штангу. Оскакивает мяч в голову Миньоле и залетает в ворота. Вот, примерно, то же самое сейчас произошло. Мяч попадает в перекладину, отскакивает в поле. Попадает куда-то там в спину или куда-то еще Диогу Коште. И залетает в ворота. Автогол нам помогает. И Зенит выходит вперед. Бейли. Подача на дальнюю нужна здесь Кокорин. И 2-0. Вот этот гол мы уже, конечно же, с радостью отпразднуем. Александр Кокорин. Первый гол в Лиге Чемпионов. Ну и Кокорин натирает бутсу Бейли. Как бы выказывая ему свое громадное уважение и благодарность за то, что Бейли сделал такую великолепную передачу в центр штрафной. И на 37-й минуте Зенит укрепляет свое преимущество. Вот здесь Лью Ренте. Вперед. Бейли. Кокорин открывался. Подача пошла. И Александр с левой в уголочек без шансов. 2-0. Зенит забивает два гола за последние 7 минут. Юренте. Оттолкнул Мендешель. Юренте. Подача. Кошты забирает в руки. Хотелось, конечно, повторения второго гола. Потому что могло. Дайди мяч до Кокорина. Мне кажется, там было бы 3-0. Перерыв. 2-0. Зенит обыгрывает Леон после первого Тенга. Благодаря автоголу голкипера Леона. Диогу Кошты. И гол Александра Кокорина в передаче Бейли. Мне кажется, второй гол Зенита. Во-первых, тут мастерство. Понятно, да. Но, мне кажется, этот гол назрел вот из-за того, что Леон немножко на спаде были вот моральным после этого досадного и нелепого автогола. Ну, у Тинька зато статистика шикарная. 3 удара, 2 в створ, 2 забитых мяча. Так что продолжаем в том же духе. У нас второй тайм. Дембелем. Опасаться! Хорош! Хорош Лунёв. Вот надо опасаться Дембелем. Потому что от него большие беды могут быть нам. Угловой Леон и 55-я минута. Бертран Труре выходит на поле в составе гостей. Знакомых человечек. Мне как минимум. Потому что пару лет назад, когда еще на телевизоре показывали телеканал футбол, я смотрел голландскую радиовизию, а он тогда играл в составе Амстердамского Аякса. А сейчас попался на атаку Зенита. Алексей Сутармин получает пас. Сутармин! Удар по воротам и Алешенька, дорогой! Там уже даже Дюгу Кошта в такой полупозиции метался и разрывался, не зная, что делать. Выходить или остаться на воротах. А Сутармин очень неудачно пробил. Лью Ренте. Передача вперед. Кокорин летит. Вылетает по воротам. Это выход 1 на 1. Опять там Дюгу Кошта что-то чудит. С выходом, но отражает этот удар Кокорина. Заброс на Трауре. Бертран. Юрий Валентинович. Юрий Валентинович на месте. И снова Юрий Валентинович во дворе просто безупречен. Думает, что же ему делать. Он ждет подкрепления. Сутармин. Но у него сил нет. Как он добежит? Добегает. Убирает защитника. И хороший пас. Лью Ренте Кокорин. И в дальний надо забивать. И не попадает. Александр Кокорин. Ой, здорово. И здорово. Дюба бежать. Вылетает к воротам Дюба. И опять выходит Кошта. И спасает, однако. Ой, ой. Андерсон тихо. Не надо второго автогола Леону. Просто чисто по-человечески. Мне их тогда очень жаль будет. Так выигрывать. Дюба. Здорово. Обратно Бейли. Леон. Ой, сил нет. Ой, его Денайер нагоняет. Подача в подкате уже на последнем издыхании. И все. Финальный свисток. 2-0. Мы повторяем последнюю игру в реальной жизни этих команд. Правда, немного все сложилось по-другому. PSV обыгрывает Celtic. 3-1. И теперь у нас вот такая группа. 6 очков у нас. 3 у Леона и PSV. И пока 0 у Celtic. Следующая встреча у нас была в чемпионате. Сочи. И мы побеждаем 1-0. И тут уже Спартак отступается. И мы с Рубином вырываемся на первое место. У нас по 14 очков. Принимаем предложение отдать Бочинского в аренду. И отправляемся на последнюю игру в сегодняшней серии. И последняя она будет также и в первом круге. И группового вута по Лиге Чемпионов. Третий тур против PSV. Будем играть на выезде. Тут есть знакомые фамилии. Типа Корнезиса, Баугартлингера. Я так понимаю. Рикардо Родригес это. Да. Розарио не очень знаю. Малин в атаке это будет опасно. Депривиль. Гутьера Сафалай. Ламерс. Шваб там есть. Вергевер. Это я просто пытаюсь выпендриться сейчас перед вами своими знаниями голландской эродивизии. Хотя не смотрю ее уже несколько лет. Так как нет возможности телеканала. Футбол на котором она была. На моем телеке отклетили. Не. Не родители. Не кто-то там из-за того, что я слишком много смотрю и ни хрена не делаю из уроков. Нет. Ну вот как-то так. Я не знаю почему. Но он пропал просто. Ладно. В общем сейчас не об этом. Сейчас мы приступаем к матчу против PSV. Так как несколько лет у меня уже нет возможности наблюдать за голландской эродивизией. Я не знаю что там творится. Но такое ощущение, что там Аякс просто уничтожает всех и вся. Как минимум я посмотрел вот по результатам вот начала этого сезона. Что там Аякс никого шанс не оставляет. По-моему в ВВВ что-ли вообще 13-0 разнесли. Вот. И. Ну по-моему. Я так понимаю. Вот из-за этих обрывочных впечатлений. Складывается наверное мнение, что Аякс сейчас господствует в голландской эродивизии. А PSV и Fiennoor сдали. Не знаю как в PSV. Но Fiennoor по моему ощущениям сдал. Он стал слабее по-моему. PSV не знаю. PSV такое. Но вот с Малином конечно я бы поспорил. Малин это конечно такая звезда, что ого-го. Аздоев хороший пас вперед. Дзюба. Дзюба влетает в штрафную. Нужен удар вдаль. И не забивает Артем. К сожалению. Но вот первый опасный момент уже датирован пятой минутой. Малин. Разворачивается удар по воротам. У нас его на месте. Если вот в матче с Леоном главной опасностью для нас был Дембеле. То здесь явно Малин будет нашей самой главной угрозой. И здорово ответная атака. От Дзюба вылетает один на один с голкипером. И не промахивается. Укладывает мяч под перекладину. Девятая минута 0-1. Пожалуйста не забиваешь. Ты забиваю тебе. Отражает удар у Най Симон. Который наносил Малин. И тут же в ответную контратаку. Зенит выбежал. И Артем Дзюба не оставил шансов по PSV. 0-1. Здесь хорошая передача Бариуса. Азмун. И все. И видите оборонами PSV. Как будто не было вообще. И Дзюба туда его. Под перекладину. Без шансов для Карнезиса. 0-1. Зенит выходит вперед. Дюмфриз. Передача. Малин. Мимо. Такое чувство. Как будто Малин сегодня будет бить явно больше чем Дембеле в матче с Леоном. Малин. Удар по воротам. Мимо. Да что ж такое. Ребята. Что ж вы столько позволяете бить Малин. Он сколько уже? Раза три минимум пробил за эти 15 минут. Нельзя так. Потому что еще пару попыток. И я уверен, что он забьет. Удар по воротам. Отражает Унай Симон. Вот. Решился 24-й номер PSV на дальний выстрел. И теперь PSV будет выполнять угловой удар. Рикардо Родригесу мячам. Подача штрафную. Вынос озвона. Только что происхождена статистика, что 92% точных передач у PSV и 58% у Зенита. Это просто кошмар. Но. Мы летим в атаку. Себастьян Дреуси. Влетает штрафную. Удар слева. И 2-0. Что? Не слышу. Какие там 38% владения мячом у Зенита и 62% у PSV? Какие там 92% точных передач у PSV и 58% у Зенита? Ничего не слышу. У нас контратака просто как часики работают. И Себастьян Дреуси с левой. Прошу отметить это. Прошам. С левой. Отправляет мяч в ворота. И уже 2-0 к 22-й минуте. Вот так-то. Все гениальное просто. PSV бьет, бьет, бьет. Бьет, не забивает. Мы бьем. Мы забиваем. Рикардо Родригес у мяча. Розыгрыш вот так решает сделать Эйнфовен. Дюмфриз в центр. Малин принимает. Не дать пробить. Пытается развернуться. Откатывает назад. Понимает, что пробить ему не дадут. В первый удар блокирует. Барио сбивает. Холгейт. Но это чисто. Но, кстати, мы сегодня чуть ли не первый раз будем смотреть на Холгейта. Потому что в прошлых матчах он вообще не был заметен. Если выходил на поле. И Дюба в касании мимо защитников. Азмун прорывается через Рикардо Родригеса. Откатить. Дюба. Удар. Ах ты. Вот сейчас бы третий, мне кажется, похоронил бы ПСВ такими темпами. Что Зенит, по-моему, играет на контратаках сегодня. Но они настолько результативны. Насколько это вообще возможно. Азмун обокрал защитника. Азмун. Вылетает к воротам. Надо забивать. Сердор. Я думал, сейчас порвет к хренам собачьим сетку ворот в ближней девятке. Сердоразмун. Но мяч лишь покасательный проскочил по сетке с внешней стороны. Досадно и обидно. Перехват Ракицкого. Передача. Дюба. Обгоняет Баугартлингера. Врывается в штрафную. И третий. Все-таки вколачивает третий мяч. Зенит в первом тайме. И Артем Дюба оформляет дубль. Я думаю, ПСВ могут уже на второй тайм не выходить. Хотя, с другой стороны, Зенит мог бы подумать. Ну ладно, там другая ситуация была. Я просто понимаю, матч Макаби-Тель-Авив, да? Ливерпуль. Мог бы так же, наверное, подумать. В том самом стамбульском финале 2005 года. Что они могли бы тоже при счете 0-3 не выходить на второй тайм. Но они вышли и дальше вы помните, что случилось. Ну а здесь Дюба здорово с правой ноги. Вколотил мяч в дальний угол без каких-либо шансов. И вот так вот Зенит красиво уходит на перерыв. Статистика показала сейчас абсолютное равенство ударов. Шесть ударов ПСВ, три в створ. Против шести ударов Зенита тоже трех в створ. Но просто вот эти три удара в створ у Зенита, они все в цель пришли. Азмун! И четвертый влетает в ворота ПСВ. Сердар Азмун! Четвертый удар с твор зенитом. Четвертый гол. Реализацию заказывали. А то в прошлом сезоне было дело. Иногда жаловался, что реализация хромает у Зенита. Иногда. А сегодня просто идеально работает. Азмун вырезает внешнюю сторону стопы налево. Дрюси разворачивается. Откатывает Дюбе. Дюбе, по-моему, пяткой выкатывает в центр. И Сердар Азмун с левой ноги в ближний угол. Шансов Карнезису не оставляет. Сорок седьмая минута. Ноль четыре. Теперь точно ПСВ могут идти в раздевалочку отдыхать. Дуглас Сантос. Смотрите, какую пятидесяти метровочку пробежал. Дюбе пяткой. Малком обратно. Дюбе удар. Спасает Карнезис. Но как же красиво. И как же просто суперски было разыграно сейчас. Все в этой атаке было идеально. И пятидесяти метровка Сантоса. И пас пяткой Дюбе. И обратный пас Малкома. Все было идеально в этой атаке. И это жаль, что она не завершилась голом. Рикардо Родригес приближается к штрафной. Летит по лему флангу. Подача. Малин! Она огорчает нас. Все-таки отнимает у Най Симонов сухой матч. 1-4. Ну, давайте будем честны, что... Ну, если не ПСВ, так Малин лично точно наиграл на этот гол. Потому что он очень много бил в этом матче. Ну, как я и ожидал, еще парочку раз дайте ему пробить. И он точно забьет. Мое предсказание сбылось. Хорошая подача Рикардо. И удар великолепный Малина головой получился. И мяч от Перекладина залетает в ворота. Здесь уже никто, наверное, спасти не сумел бы. 1-4. Го-престиж забивает ПСВ. Малин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спасибо, что слабенький удар получился. И у Най Симона отражает. Опасная атака ПСВ. Сейчас все делается у них очень быстро. И у Най Симона. Я думал, он сейчас мимо мяч пропустит в ворота. Такой, типа, так, мячик, здравствуйте, проходите, да. Ага, как это, в ночной клуб охранник пропускает. Вот так сейчас у Най Симона едва мяч не пропустил в ворота. Очень вежливо и дружелюбно. Дзюба хотел вырезать направо, но нет. Но Малком отнимает мяч у Рикардо Родригеса. Передача! Уда! Какой выстрел! Это бил Себастьян Дрюси в подкате. Метров так с 18. И отражает Корнезис. Ну и время замен. Опять перед угловым своим, как я люблю так делать. В скобочках нет. Сутармин. Жирков. Кокорин. Дзюба с Кокориным. Вот это очень интересная связка. И мне очень интересно посмотреть, что из этого тандема сейчас выйдет. Сутармин у мяча. Пошла подача. Хорошая Дзюба! Нет, бить не дают. Вот, кстати говоря, я тут вот только что сказал, что вот интересно будет посмотреть на этот тандем. Да. Но этот тандем уже оправдал себя. Он принес пользу нам в Суперкубке против Спартака. Потому что Дзюба забивал победный мяч с передачи как раз-таки Кокорина. Так что вот уже парочка сыгралась. Жирков. Подача. Дзюба в ближний! Эх, к сожалению, выше ворот. К сожалению. Кокорин. И пас Дзюбе. Нет. Перехват. Но мяч у Кокорина остается. А слева абсолютно один. Жирков. Потому что где-то там сейчас я в краем глаза видел. Пешком шел с центра поля. Дзюбе. Дзюмфрис. А это Кокорин. Это 5-1. На 90-й минуте Александр Кокорин укладывает этот мяч в сетку ворот Карнезиса. Мне кажется, вина в этом голе лежит на Дзюмфрисе. Потому что Жирков остался абсолютно один на левом фланге. Как раз из-за Дзюмфриса. Потому что тот что-то закопошился и остался в центре поля. И вот действительно, пока он не скрылся из вида, реально было видно, как он шагом идет к своим воротам. Здесь Жирков здорово остановил. Кокорин не менее великолепно обработал этот мяч. И послал его в ворота. 5-1. Уничтожение ПСВ. Зенит так, знаете, раскочегарился, что называется, по ходу этого группового турнира. Сначала скромненько 1-0 Селтик. Потом 2-0 Леон уже посерьезнее и по-скорбам так увереннее. И тут уже 5-1 страдает от суперской реализации Зенита ПСВ. Угловой ПСВ. 4 минуты арбитра добавил. Почти 3 уже. Истекли Рикардо Родригесу мячам. Два игрока ПСВ подошли им предложить розыгрыш. Но Рикардо Родригес подает штрафную. Вынос. Дюба скидывает мяч. Кокорин. Успеем, нет? Жирков летит. Ай, жалко, не успели. Ну ладно. 5-1. Зенит уничтожает на выезде ПСВ в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. И я так понимаю, он остается единоличным лидером группы. Статистика сегодня просто фантастическая. 10 ударов ПСВ, 7 в створ. 1 гол. 11 ударов с Зенитом, 7 в створ и 5 в голову. Просто фантастика. А Селтик в очень веселом матче переиграл Леон со счетом 2-4. И теперь ситуация в группе с одной стороны запутывается, с другой стороны для нас она улучшается. Потому что мы уже опережаем всех на 6 очков. А Леон пока занимает последнее место в группе. Ну потому что если бы Леон сейчас обыграл Селтик, было бы 6 у них очков и они нас держали в напряжении. А так мы комфортненько можем и подышать. Тут впереди матч с химками, но это уже будет в следующей серии. Это уже как говорится другая история. В общем не забывайте подписываться на канал. Конечно же поставить лайк. Напоминаю, если мы наберем 500 подписчиков, я создаю группу ВКонтакте, посвященную каналу Мегуфифа. Не забывайте обязательно нажимать на колокольчик. И кстати группа ВКонтакте полезна тем, что вот если у вас нажат колокольчик, но по какой-то причине, сами знаем Ютуб. Здравствуйте, добрый вечер. Если Ютуб не будет прислать вам оповещение новых видео, то в группе ВКонтакте всегда будут выходить эти же видео. И вы их можете там отыскать. Спасибо за внимание. Всех с великолепным стартом Зенита в группе Лиги Чемпионов. С вами был как всегда Мегу. Увидимся. Всем до скорого. Всем пока.